С обновлением номер 30 мы получили новый способ вскрытия реликвий благодаря вводу так называемых «Бурь Бездны». Они являются особыми модификаторами для миссии Ралджека и устроены наподобие привычных нам «Разрывов Бездны», однако определённые различия есть, поэтому давайте рассмотрим эти штрома подробнее. Получить и доступ к «Бурям Бездны» можно в том случае, если вы имеете доступ к той миссии Ралджека, где возникла буря. Как и «Разрывы», бури сменяются время от времени, отслеживать их можно в окне мирового статуса, плюс на карте миссии Ралджека они подсвечены особым образом. Реликвии «Эры Элит» можно открывать в бурях Проксим Земли и Венеры. Мезо открывается только на Сатурне, как и Нео лишь на Нептуне. Плутон и Вуаль позволяют вскрыть акси реликвии. Прибыв на миссию с активной «Бурей Бездны», вы сразу заметите необычный задний фон, соответствующий шторму. Окружение здесь является опасным. Например, в космосе появляются столбы энергии Бездны, которые наносят урон ближайшим кораблям. Также в наземном режиме вы столкнетесь с некими разломами, или колодцами Бездны. По краям экрана будет отображаться эффект Бездны, когда вы окажетесь рядом с такой штукой. Эти колодцы выступают в качестве мин. Чтобы их обезвредить, нужно стрелять по ним. Если же подберетесь слишком близко, то колодец взорвется. Примечательно, что Буря не стоит на месте. Чем дольше вы проходите миссию, тем опаснее станет окружение. Цефалонсай упоминает о Буре пятой категории как самой худшей. Можете ожидать кучу вихрей, колодцев и всего прочего. Сам же процесс вскрытия реликвии работает привычным образом. Вам нужно убивать порабощенных врагов в наземном режиме, чтобы собирать реагенты. В миссиях Роулджека реагенты делятся между всеми игроками, потому не нужно каждому игроку собирать по 10 реагентов. Однако, порой бывает трудно найти нужное количество врагов, чтобы собрать эти 10 реагентов. По крайней мере, так дело обстоит сейчас, и более присуще это миссия Мгренир. Для вскрытия реликвии нужно 10 реагентов. Затем вы проходите основную миссию и выбираете награду, если играете не в одиночку. Немного жаль, что особых нововведений в основной процесс не добавили. Например, как было дело с добавлением нового типа реликвий для Крепостяковы. Как вариант, можно было бы дать возможность выдачи своих реликвий членам экипажа, чтобы в одиночку можно было открывать больше одной реликвии. Имеются также особые награды, которые выдают за прохождение Бурей Бездны в дополнение к обычным наградам. Например, таким образом можно фармить части Сива Гота на Проксимах Нептуна, Плутона и Вуали. Что касается частей и чертежа фирменного оружия Сивы Гота под именем Эпитаф, то они выпадают в Проксимах Земли, Венеры и Сатурна. Стоит отметить, что шанс выпадения Эпитафа выше на Сатурне на несколько процентов. Еще может выпасть определенное количество энда и отголосков Бездны. Например, за Проксиму Вали могут дать сразу 100 отголосков, чтобы можно было сразу сиялку сделать. Насколько я слышал, вам не будут выпадать отголоски, если вы достигли лимита по их количеству. Потому учитывайте. Последним типом наград за прохождение Бурь Бездны являются реликвии. Их тип зависит от Проксимы, однако в любом случае они будут сияющими. Поначалу мне казалось, что реликвии ничего особенного себя не представляют. Однако казалось, что разрабы втихаря вытащили из Хранилища Миссу и Эквенокс Праймов. Например, в Проксимах Земли и Венеры может выпасть лид по 4, если дроплист не врет. Однако в игре эта реликвия указана как пребывающая в Хранилище. То же самое касается Лид М6, Нео Т3 и Нео Д2. Причём разрабы ничего об этом не говорили, что странно. Если так подумать, то возможность получения снаряги из Хранилища может оправдать существование Бурь. Ведь для доступа к ним нужно иметь неплохое понимание игры. Да и проходятся они медленнее обычных разрывов. К тому же я не застал ещё Бурю, которая бы выпала на Оборону в Релджеке. Ведь по факту Оборона является единственным бесконечным режимом, который там сейчас доступен. Да и насчёт Орфиксов я не уверен. Однако на этом тема Бурь Бездны пока что исчерпана. Потому время покажет, станет этот игровой режим популярным или же нет. А пока что я хотел бы узнать от вас в комментариях, что вы думаете о новом способе вскрытия и фарма реликвий. От меня же на этом всё. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.